Сочинцы уверены, паспорт ТОС – очень важный документ. В связи с тем, что любой житель может прийти по месту проживания в свой ТОС и уточнить, что уже сделано для благоустройства. Здесь же можно обозначить новые проблемы, появившиеся в микрорайоне. Всё это будет учтено и занесено в специальный паспорт. Так, в план работ внесли просьбу жителей микрорайона о содействии в борьбе с насекомыми вредителями, чтобы сохранить пальмы во дворах домов. «Есть у нас печаль. С обратной стороны дома мы не сохранили пальмы. Всё мы стараемся сохранить. Каждый цветочек, каждый растение. Будем очень рады, если нам окажутся действия». В настоящее время по обращению жителей одного из центральных микрорайонов специалисты меняют деревянный настил подвесного моста, соединяющий улицы Северную и Чайковского. Также будут окрашены конструкции и арки, реконструированы ступени. Работы должны завершить к концу ноября. «По поручению главы города Сочи Алексея Сергеевича Капайгородского в каждом микрорайоне разработаны паспорта ТОС. Данный документ включает в себя все наказы жителей, все проблемные вопросы. Паспорта ТОС отданы в работу структурным подразделениям администрации города Сочи и администрации центрального района». А в районе сквера на улице Конституции СССР до конца года будет завершен ремонт детской площадки. «В концу 2022 года мы совместно с администрацией контролируем ход выполнения наших наказов по желанию жителей. Вот сейчас у нас октябрь. Ждём, так скажем, обновлённую детскую площадку в данном случае». На данный момент ведётся работа по формированию паспортов ТОС на 2023 год. Они будут включать обращения граждан, а также поручения, данные главой города Алексеем Капайгородским во время обхода территории.